Уважаемый Павел Николаевич, книги, посланные вами, я получил. Разумеется, прочитал их, что и задержало мою благодарность вам. По совести не могу сказать, чтобы книжки эти обрадовали меня. На мой взгляд, взгляд читателя, шестеро авторов из одиннадцати выпустили в свет книги свои преждевременно. Им надо бы еще учиться писать, надо бы искать себя, а не подражать Зощенке, Бабелю, Новикову Прибою, Пельняку и Рудому Паньку. Нет, эти книжки еще не литература. Огорчит вас отзыв мой, ну что же делать? Литературу в наше время призвано играть очень серьезную роль. Серьезнее, чем когда-либо ранее. А ведь что же могут дать новому читателю ваши книжки, кроме того, что читатель знает не хуже вас? Вот вам мой совет. Учитесь больше, пишите меньше, печатать не торопитесь. Всего доброго. Алексей Пешков. 31 марта 1924 года. Соренто. Прежде чем расстаться с этим письмом из Соренто, почтальон еще долго держал его в руках, трогал пальцами подпись самого Горького, но потом делать нечего. Положил в почтовый ящик и пошел разносить письма и открытки по другим адресам. Это какая буква? Статистик! Ну и как? Питунька ездил к Ильичу. Такое житье-бытие. В марте 1924 года Павел Николаевич Дорохов в Самаре уже не жил. Два года назад, решительно порвав со всей работой, отвлекавшей его от писательства, он уехал вначале в Ленинград, а затем в Москву. Наконец-то сбылась его давняя мечта. Писать не ночами и не от случая к случаю, а все время. Писать, читать то, что пишут другие, учиться, как советовал Горький. Впрочем, вырвавшись из Самары, а быть самарцем он не перестал. Хотя бы потому, что здесь, на Самарской, 92, квартира 4, все еще жила его жена Наташа, Наталья Федоровна. Ей во всех подробностях в письмах он рассказывал о своем московском житье-бытие, которое, что греха таить, хоть и было московским, но уюта и сытости это ему не прибавляло. Вот об этом он и писал ей теперь почти каждый день. Родная Наташа, я имею от тебя только маленькое письмишко, а сам пишу, которое уже четвертое. Рассказываю по порядку. Погода у нас отвратительная, лужи, грязь. По тротуарам не пройдешь. Должно быть, все дворники объявили себя неударниками, и тротуары не чистят. У нашего дома такая пакость. Третий день не работает уборная. Сыро, грязно, и пойти некуда. Пойти некуда – это правда. Но все же Москва есть Москва. И место настоящего писателя там, а не здесь, на этой тихой самарской улочке. Отсюда что увидишь? Разве что, как бранится сосед с соседкой? Или он как вороны чистит перья? Нет, надо жить в Москве. Хоть и далеко от дома, но зато ближе к себе самому. Сегодня получил кое-что по ордеру. Купил тебе 4 платья, трое чулок и чудесные лаковые туфли на низком каблуке за 45 рублей. Себе купил 3 верхних и 3 нижних рубахи. Одну верхнюю шелковую, такой же материал, как у тебя на платье. И одну полотняную. Шесть пар носок, очень хороших. По полотняной рубашке братьям. Чисто высотину 12 метров и 6 головных платков. Да, еще себе изумительное шелковое кашне за 15 рублей. Прямо жених. Ой, еще забыл. Калош себе. Денег получил 382 рубля. Теперь мы с тобой такие богачи, дальше некуда. С Романом дело понемногу идет. Сегодня закончил 100 страниц, то есть 1 треть. Таковы мои материально-житейские дела. Остальное все по-прежнему. Жив, здоров, гимнастику делаю. Унынию стараюсь не предаваться. Хотя поводов к этому на каждом полушаге. Ну будет, полдвенадцатого, надо ложиться. Встаю я всегда в 7. Твое единственное письмо маловато. Может, следующее поллистика прибавишь? Ну, будь здорова. Крепко целую. Всего пока будь. Твой Павел. Павел Дорохов родился в январе 1886 года в селе Малая Тарасовка, Рахмановской волости Николаевского уезда Самарской губернии. Точного дня своего рождения он не знал, так как его мать, простая, неграмотная крестьянка, никак не могла его припомнить, утверждая, что родила она через несколько дней после крещения. Отец, взятый на военную службу, вернулся оттуда ротным фельдшером. И, вкусив образованности, не захотел больше оставаться в деревне. Поэтому, простившись с Тарасовкой, Дороховы перебрались в Сызрань. В Сызране прожили год. Узнав от кого-то, что в Оренбурге жить лучше, Дорохов-старший упаковал чемоданы, взял жену и сына и перевез в Оренбург. В Оренбурге Павел начал свое образование. Учить его взялся отец. Полагаю, что его знаний для этого достаточно. Он усадил сына за книжку, показал несколько букв и заставил отыскать их в книге. А если мальчик не находил эти буквы, отец бил ему кулаком по зубам. Мальчик сплевывал кровь, глотал слезы и принимался вновь искать злополучные буквы. Читать Павел научился очень быстро. Отец приписывал все заслуги себе и своей системе преподавания. Первыми книгами, которые прочел мальчик, были часа слов, салтырь, жития Киево-Печерских святых, рассказ о том, как солдат спас жизнь Петра Великого и еще некоторые в этом же роде. В 1897 году семья Дороховых переехала в Самару, где отец вступил на службу на железную дорогу. Вначале фельдшером, а затем кондуктором. Зарабатывал он рублей 20. И так как семья к этому времени возросла до пяти человек, сказать, что жили хорошо, нельзя. Но многие жили и того хуже. А здесь, в Самаре, Павел окончил шестиклассное училище. А потом поступил на службу в статистический отдел губернской земской управы. Здравствуй, милый и дорогой понечек. Ну, как ты доехал? Наверное, всю ночь не спал. Как у тебя, дорогой мой, голова? И вообще, здоров ли ты? Павлуша, я после твоего отъезда целый день тосковала. Даже немного прихворнула. А теперь успокоилась и как будто не скучаю. Хотя каждый день смотрю на численник. Считаю, сколько дней осталось до 29-го. Паня, я варенье сварила. Немного не так, как мы решили. Например, смородины не 10 фунтов, а 5. То есть маленькую баночку, которую мы купили для малины. А малины 8 фунтов в большой банке. Павлуша, привези мне мои калоши. Без них очень скверно. У нас все дожди. Хотя и не сильные. Дорогой поняша, какой я сон хороший видела. И как жалела, когда проснулась, что это недействительно. Писать его не буду. Расскажу, когда приедешь. До свидания, мой ангел. Целую тебя крепко. Поклон нашим. Твоя любящая Наля. 16 июня 1906 года. В 1905 году сотрудник статистического отдела Самарской земской управы Павел Дорохов женился. Его жена Наташа, или Наля, как он ее ласково называл, тоже служила в земской управе, располагавшейся вот в этом здании. Вначале молодые зажили очень хорошо. Но здесь началась первая русская революция. И все вдруг встало с ног на голову. Общеизвестно, что сотрудники статистических земских отделов были наиболее крамольными в рядах либеральной интеллигенции. И самарские статистики не были исключениями из этого правила. Большинство из них состояло в партии эсеров. И Павел Дорохов тоже вступил в эту партию и принимал деятельное участие в ее работе, вплоть до организации террористических актов, за что в 1908 году был уволен губернатором. Со службы и в течение двух лет не утверждался больше ни на одной должности. Пробивался в это время кое-как. Давал уроки. Только в 1910 году, когда разогнанный статистический отдел стал вновь создаваться, опять попал в число его сотрудников. Вот тут-то он и столкнулся впервые с деревенской действительностью, которую до сих пор, по сути, не знал. Попал в самое мужицкое нутро. Деревенская действительность и дала толчок к литературному творчеству. За год до следующей революции в 1916 перешел на службу вначале в Оренбургское, а затем в Челябинское земство, где заведовал статистическим отделом. С группой кооперативных и земских сотрудников организовал газету «Союзная мысль», где печатались и его рассказы. Но вскоре стало совсем не до писательства. С головой, уйдя в революционную работу, Дорохов стал первым председателем Челябинского совета рабочих и солдатских депутатов. Занимал другие ответственные посты в Челябинске, в Омске, в разных городах Сибири, пока, наконец, в 20-м не вернулся в Самару. Родная Наля, я пишу третье письмо, но ни одного еще не отправил. Произошло это от того, что я думал отправить их Семой, но он ко мне не зашел и уехал. А это было бы так легко сделать, ведь идти на станцию мимо нас. Ну, бог с ним. И так я еще вчера должен был выехать в Ташкент. Вчера не удалось. Кажется, поедем сегодня. Получил аванс в 200 тысяч. Приготовил 15-20 тысяч тебе. Хотел послать Семой. Теперь придется послать по почте. Не знаю, когда получишь. Плотки не знаю, как послать. Не поедет ли кто-нибудь в Самару? Попроси зайти к нашему. Сейчас заканчиваю сборы. Все уложил, вплоть до мешков, для сластей и муки. Жди с гостинцами. В начале или половине седьмой недели надеюсь быть у тебя. Сейчас у нас идет уборка. Перебрались на новую квартиру Казаковы. А я устраиваюсь в комнате, которая изображает теперь мою спальню и кабинет, где я пишу сейчас это письмо. Ну, будь родная и крепко любимая. Здорова и весела. Крепко-крепко целую всю. И здесь, и тут, и там. Твой Паня. Это письмо Павел Николаевич Дорохов писал жене в апреле 1921 года вот из этого дома, накануне отъезда в Ташкент. Это ему, Дорохову, удалось договориться с железнодорожниками и достать билеты на поезд для себя и нескольких товарищей. Степной, Неверов, брат Неверова Петь Скобелев и он, Дорохов, отправились из голодного Поволжья в Ташкент в Ташкент в город Хлебный и вернулись живыми и не с пустыми руками. А вернувшись, стали один за другим уезжать в Москву. Уехал Неверов, сидел на чемоданах степной, не утерпел и он, Дорохов. Из Москвы все видно, как с большой горы. Большому писателю большая дорога. А сюда, в Самару, в этот дом, приходили теперь письма и посылки от него. В марте 1938 его арестовали. Припомнили все. Партию эсеров, ответственные посты, знакомства, вступление в партию большевиков и выход из нее. А, разумеется, исключили из союза писателей. По официальной версии, жизнь Павла Дорохова оборвалась 8 мая 1942 года от сердечной недостаточности. Место его погребения, как и места погребения еще сотен тысяч заключенных, осталось неизвестным. Ну, всего. Пока. Крепко целую. Будь твой Павел. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова